Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень часто наблюдаю, как все мои слова искажаются ввиду собственных преломлений. Сегодня я вам предлагаю свой авторский ролик «Прекрасный день для возвращения домой». И уже знаю заранее, что точно так же, как и все ролики, очень часто преломляется эта информация. И не обижаюсь ни на кого. Я понимаю. Сложно сразу воспринимать такую информацию, когда еще есть обиды, боли, травмы, недоверие, переживания, недовольство собой и болезни. Но я продолжу. Приветствую тебя, путешественник в мирах. Понимаю, что ты забыл о том, что пришел сюда на планету Земля могущественным и окрыленным. Освободить эту планету и ее жителей от ненавистного тысячелетнего рабства. Почему это произошло? Потому что предоставился удобный галактический момент. А он может длиться и 20, и 30 лет. И быть в эти волшебные времена в нетерпении и ожиданиях или мыслить скорее бы, это как-то по-детски, капризно видеться со стороны. Мы здесь. Мы пришли. У каждого своя задача. И следует прекратить корректировать других, потому что это мало что даст. А объединение и нахождение в резонансности с общей целью настолько движет возвращение, если бы мы только могли видеть эту картинку нашего пролетания сквозь сотни лет. Много лет я слышала, да и сейчас не редкость, перестаньте дурить людей. Смешно. Потому что люди уже давно одурачены. Тысячелетиями одурачены. И не мной, а целыми цивилизациями трехмерных миров. А мне достается совсем не шуточная работа – разрушить старое и отжившее и пригласить всех дружно вернуться домой. Что же такое дом? Это место во Вселенной или во Вселенных, или в галактиках нашей Вселенной. Когда-то очень давно я знала, что их было 16. И это означает, что мы из разных Вселенных и являемся звездным пассивом или звездным десантом. И здесь очень важна субординация и высочайшая дисциплина. Если этого нет, и тем более, если нет общей цели, тогда вообще о чем говорить? Важно понимать, что у каждой звездной монады свои задачи. И звездный представитель третьего луча выполняет свои задачи достижения цели в мире материи. Сейчас больше всего на планете этих представителей, потому что нужно достигнуть цели вместе. Через них выражается огонь трения, огонь матери. А вот звездные представители второго луча монады проявляют любовь-мудрость, и их вдвое меньше, чем представителей третьего луча. Их огонь солнечный, огонь Христа и совсем малый процент звездного пассива первого луча сейчас на Земле. Они в себе несут электрический огонь, огонь Отца или Шивы, Божественного Разрушителя, и в то же время Созидателя Нового. Также у всех представителей есть свои слова силы или печати. Первый луч. Я утверждаю факт. Второй луч. Я есть величайший свет. Третий луч. Я есть сама цель. Вот даже не спрашивайте у меня, какой луч монады у вас. Это должны ответить вы сами себе. Это я у вас должна спросить. Какой ты луч монады? Как с тобой общаться? Какие твои цели? Какой огонь ты несешь себе? Понимаю. Возможно, сложно. Тогда изучайте трактат о космическом огне Алисы и Абелли. Время пришло. Чтобы вернуться домой, у вас должны быть знания. Именно они удерживают вас в свете и ясности. Роликов мало. Тем более, что системно их мало кто смотрит. Скорее, как самоутверждение. Я в этом. Да, как-то вот объединяясь, мы сегодня удерживаем себя в этом божественном потоке. Только объединившись. Но сегодня это очень быстро меняется. И та волна нас быстро перемещает в новые пространства и в новые архитектурные тонкие каркасы, в которых нужны знания для построения даже временных конструкций на пути к возвращению. Например, как палатки или как временные ценности. Отказываясь от старого и привычного, но уже непригодного, потому что мы возвращаемся в более высокочастотный мир, где другие законы. Одному это сделать невозможно. Без иерархии света это сделать тоже невозможно. То есть нужно объединить здесь нас всех и соединиться с тонким миром. И условия возвращения нам предоставляются только коллективные. Вместе с планетой Земля, вместе со стихиями или малыми строителями. Когда мы с вами являемся уже большими строителями. И на этом этапе своего пути возвращения в мир и света или домой строим все быстрее и точнее через свои чувства и мысли. И к концу нашего общего путешествия, можно сказать, на пороге пятого измерения, соберемся уже достаточно в большую группу, которая и пройдет через завесу между мирами в единой общей цели возвращения домой. Сейчас такой длинный караван, идущий по горным тропам все выше и выше. И на плата собираются вместе те, кто прошли вперед и верят, что все лучи монады и все лучи души и все лучи личности в объединении и одной цели вернутся в свой галактический дом. Планета Земля тоже будет являться таким новым домом. Вот где душе придется принимать действительно ответственное решение продолжить путешествие и где. Все мы галактические путешественники в мирах. Вспоминайте. Вспоминайте свои лучи, свои монады, свой дом и каждый день прекрасный для возвращения домой. Начало когда-то было положено. Прекрасный день для возвращения домой. 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 Продолжение следует...